Братья-месяцы В этот день христиане чтят память святого Анисима, апостола от 70-ти, 1-й век. Народная пословица гласит, на Анисима зима с весной спорят, кому идти вперед, а кому вспять повернуть. А чего тут спорить, когда на Анисима зима становилась совсем безрогой, первый-то рог ей шиб власей, истратила она и морозную силу, и былую власть над землей потеряла. Рачительные мужики, дождавшись первой Анисимовой звезды, выходили вместе с опытными овчарами за околицу. Там, положив земные поклоны на все четыре стороны, принимались они заклинать звездное небо с тем, чтобы овцы по весне хорошо и без потерь ягнились. После этого хозяин вел овчара в избу, скрепить звездную окличку и взаимный договор обильным ужином. А овцы в овчарнях продолжали мирно похрустывать сеном, весны дожидаясь. Любопытно, что связь овец со звездами находит отражение в многочисленных загадках. Например, поле немерено, овцы не считаны, пастух рогат. Вот другая. Один пастух тысячи овец пасет. Или еще. Бежали овцы по Калинову мосту, увидали зарю, пометались в воду. Обряды на будущее благополучие в этот день совершали не только овчары. Продолжали выставлять разные семена на утренние зари на мороз для закаливания. По этому поводу говорили, как в феврале аукнется, так осенью и откликнется. Рукодельницы к этому времени обычно заканчивали придение льна и конопли. На Анисима они отбирали лучший моток и, так же, как и семена, клали его рано утром на улицу, до наступления полдня. Обряд этот проводился для того, чтобы пряжа была бела, чиста и крепка. Этот обычай назывался зорнить пряжу, потому и день кличут зорником. Родившемуся в этот день, говорят, полагалось дарить вещи из овечьей шерсти – тулуп, шапку, варежки или платки из шали из козьего пуха. А по погоде примечали. Поднявшийся уровень воды в реке предсказывает хорошую страду. Если сосульки висят большие, значит весна долго продлится. Здравия, мудрости и удачи вам, славяне! Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова